На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Завтра в венгерском городе Сегет стартует чемпионат мира по гребле на Байдарках и Каное. В составе белорусской команды 11 представителей Гомельской области на мировом форуме спортсмены не только выяснят, кто самый быстрый на данный момент. На кону также и рецензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Проходить чемпионат мира будет до 25 августа. Между тем на гребном канале в Заславле состоялись Республиканские Олимпийские дни молодежи по гребле на Байдарках и Каное. Состязались атлеты возрасте 17 лет и моложе. Как и ожидалось, свой высокий класс подтвердили представители нашего региона. 17 спортсменов поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Команда Гомельской области со значительным преимуществом выиграла общий зачет соревнований. На втором месте расположились спортсмены из Брестской области. Немного им уступили представители Могилевского региона. Всего в Республиканских Олимпийских днях молодежи приняли участие около двух сотен спортсменов со всей страны. Сильнейших выявляли на дистанциях 200-500-1000 метров. Жлобинский «Металлург» примет участие в новом сезоне экстралиги. Такое решение сегодня единогласно приняли во время заседания члены исполкома Федерации хоккея Беларуси. Столевары рассчитались с прежними долгами, но, как сообщает пресс-служба ФХБ, есть вопросы об оплате взноса за предстоящий сезон. «Металлург» просит отсрочку до 30 сентября. Кроме того, жлобинчане не рассчитались с некоторыми игроками и тренерами за прошлый сезон. Клуб обязали решить оставшиеся проблемы. Хоккейный клуб «Гомель» укрепил защитную линию игроком юности. Егор Иванов взят в аренду у столичной команды на один сезон. Минувший игровой год защитник также провел в стане рысей на правах аренды и отметился семью результативными баллами. Всего в чемпионате страны, выступая за различные клубы, хоккеист сыграл 161 матч, набрав 29 результативных баллов. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова